Наблюдая за птицами, мы часто думаем, что знаем о них всё. Они окружают нас всюду, в небе, на подворье, в городском парке. Есть птицы, которые давно стали домашними. Человек научился выращивать их с древних времён. Но большинство пернатых – свободные, живущие по законам дикой природы, обитатели степей, лесов и гор. В мире птиц ещё много удивительного, неизведанного и даже загадочного. Убедиться в этом просто. Сначала отправимся на птичий двор на одну из ферм у подножия Заилийского латава. Вот это типичная деревенская индюшинная ферма. Обратите внимание, насест ручной работы, просто из дощечек. Непременно корм, лампа, мощная лампа для того, чтобы обогреть птенцов. Ну и, конечно же, большая дружная стая, которая всё время смотрит друг на друга. Индюшата – животные очень дружные и коллективные. И совершенно они не будут гонять птицу другого вида. Я вам хочу сказать, вот один из этих птенцов – это цыплёнок. Но он чувствует себя своим в этой стае. Его можно отличить только по большому гребню на голове. Вот он, в самом центре стаи – чёрный. Мало кто знает, что индейка – ближайший родственник фазана. Существо неоднозначное, с увлекательной и насыщенной историей. Биологи утверждают, что родиной индейки является Америка. А на Евразийский континент птицу привёз Христофор Калун. Дикая индейка издаёт громкие характерные звуки, которые слышны по всей округе. Оказывается, хулдыкают только самцы-индюки. Так они предупреждают соперников, что территория занята. А во-вторых, привлекают самок. В этой небольшой стайке явная борьба за лидерство. Между белым и пёстрым красавцами. Но, судя по всему, вожак белый. Посмотрите, как он раздувается, как он булькает. И самки, ну, просто не могут отвести от него взгляда. В дикой природе индейки гнездятся в апреле. Самки самоотверженные матери способны вырастить до 20 крупных здоровых птенцов. Это качество птицы прагматично используют фермеры. Мы сейчас заглянем в святая святых, в индюшинное царство. Вот, посмотрите. Индюшки – самые лучшие матери. Этим пользуются фермеры. Они охотно высиживают не только индюшат, но и цыплят, гусят, утят, кого угодно. Главное, чтобы количество яиц было нечётным. Вот здесь я сейчас вижу 9 индюшат и 2 маленьких цыпляток. У индейок очень сильный материнский инстинкт. Повинуясь зову природы, молодая птица, которая только что вывела индюшат, готова снова сесть на новую кладку. Давайте попробуем поднять эту индюшку. О, смотрите, сколько яиц. А ведь индюшиные яйца, они пёстрые, с пятнышками. Эти белые, светлые яйца – это яйца куриные. Но индейка также охотно высиживает их, как и свои родные. Содержать индюшат непросто. Они очень нежные. Стоит индюшонку упасть, он тут же сломает ножку. Он не может клевать семена, допустим, на бетоне. Может сломать клювик и погибнуть. Индюшата простывают. Поэтому важно, чтобы температура в помещении для малышей была 30, а когда рождаются – даже 32 градуса. Первый месяц жизни индюшат – самый сложный. Они чрезвычайно ранимы. Они боятся перепадов температуры. Они боятся воды. Поэтому, когда их держат, продумывают всё до мелочей. Вот, посмотрите, вот это поилка. Она сделана так, чтобы индюшонок не намочил своих ног и не простыл. Вода меняется каждый день. А вот, посмотрите, кормушка. Кормушка птенцов. Сюда засыпается так называемый стартовый корм. Содержание протеина не меньше 30%. Вот этот корм они не потопчут, они не испачкают. Они просто клюют его и питаются, и набирают вес. А ещё обязательно у индюша должен быть песок, опилки и желательно зола. Для чего? У них же нет шампуня и мыла. Птицы купаются именно в золе. А вы знаете, почему фермеры любят держать индюков? Это потому, что они очень экономные. Потому что, кроме традиционных зерна, пшеницы, ячменя, они обожают кузнечиков и траву. Любую луговую. Вот мы их сейчас попробуем покормить. Но больше всего они любят клевер и молодые листья вот такой вот декоративной капусты. Посмотрим, голодные птицы или нет. Я знаю, что самки никогда не откажут себя в травке. Они же как женщины. Женщины любят рукколу. А эти капусту. Давайте покушаем. Дикие индейки могут летать. Скорость развивают приличную. Примерно 80 километров в час. Тем не менее, их редко можно увидеть в небе. Поскольку они предпочитают питаться на земле травой, семенами, ягодами и насекомыми. Миф о неспособности индейок к полету возник из-за того, что многие виды домашних индейок, например, широкогрудая белая индейка, совсем не летают. Даже такие маленькие они перепархивают. А взрослые индейки легко могут перелететь на расстоянии несколько сот метров. Трудно поверить, но подобные взрослые особи до сих пор пасутся в лесах Северной Америки. Это промысловый охотничий вид. И индейка на рождественском столе – это традиционное блюдо американцев. Скоро эти крохотные индюшата выйдут на прогулку в поле. И расти будут гораздо быстрее, просто стремительно. Потому что солнце, потому что натуральное питание, свежий воздух, диета, рацион. Что еще нужно для малышей? Вырастут очень быстро. Для того, чтобы индюшат не растащили ястребы, а случается и такое, птицу пасут вот такие вот пастушата. Два-три мальчишки вместо футбола сохраняют стадо. Индейки обладают перископическим зрением. Многим охотникам известно, что эта птица отлично видит. Поскольку глаза находятся по обе стороны ее головы, перископическое зрение позволяет ей видеть объекты, находящиеся не в прямом поле зрения. Вот посмотрите, какие выразительные глазки у этого индюшонка. Мощные лапы, но он не боится людей. В случае опасности он может спрятаться мгновенно, притаиться, чтобы его приняли за маленький кустик. Когда налетают ястребы, именно так себя ведут даже маленькие птички. Я думаю, что он хочет пить. Наверное, мы его сейчас отпустим. За Илийский Алатау уникальный природный комплекс. Здесь есть все виды ландшафтов. Сухие казахские степи сменяют густые хвойные лиственные леса. Выше – высокогорные альпийские луга и скалистые вершины, покрытые снегами. В этих горах сотни видов птиц. Чтобы узнать побольше о местной пернатой фауне, мы посетили единственный в Казахстане питомник хищных птиц. Насколько комфортно птицам вот в этих климатических условиях, в условиях гор? Дело в том, что задача нашего питомника – возродить исчезнувшие или почти исчезающие две хищных птицы. А именно природы Казахстана и Алматы в частности. Значит, все птицы, которые находятся в нашем питомнике, они все или исчезли, или исчезают с природы Казахстана. Гордость питомника соколы-балобаны. До начала 90-х годов прошлого столетия популяция этой птицы в Казахстане была достаточно многочисленной. Сегодня сокол-балобан занесен в Красную книгу. Резкое сокращение этого вида вызвало несколько причин. Применение пестицидов в сельском хозяйстве, электрификация в местах обитания сокола и массовый хищнический отлов птицы для вывоза за пределы республики, где ее скупали любители соколинной охоты. В некоторых регионах Казахстана, особенно на Юго-Востоке, сокол-балобан практически исчез. В 1989 году был создан питомник по разведению местных видов хищных птиц. Первых 13 балобанов приобрели в Алматинском зоопарке. Сейчас в питомнике маточное поголовье 450 особей редких исчезающих видов хищных птиц. А чем вы кормите? Мы кормим птиц. Птицы, конечно, хищные, они едят только мясо. Но основным кормом являются суточные цыплята, которые мы покупаем на наших птицефабриках. Но самым лучшим кормом для наших питомцев являются крысы. И поэтому у нас есть сейчас виварий, в котором в данный момент находится 20 тысяч штук крыс. Но этого нам уже становится мало. Мы мечтаем, хотим и даже в ближайшее время сделаем более серьезный, более большой питомник крыс виварий. Называется виварий. Выращивание птиц дело трудоемкое. Требующее финансовых вложений и, конечно, научных знаний. Нужны специалисты, знающие тонкости поведения птицы и особенности ее воспроизводства. Такие, как Татьяна Доронина, которая встретила нас в виварии, помещении для выращивания крыс. В природе соколы питаются крысами? Ну, они питаются полевками, мышами. То есть, близкие родственники. Да, нам здесь удобнее выращивать крыс, поскольку они всеядны. Крысы, мыши, они зерном питаются только, а у нас здесь самый разнообразный корм. Таких животных немного. Человек, собственно, медведь и крыса – это всеядные животные, животные люди, которые едят все. Зерно, овощи, фрукты и мясо. Для нормального, хорошего размножения, как раз вот все эти три ингредиента обязательно нужны в достаточном количестве и, ну, желательно, лучшего качества. А крысы хорошо размножаются в неволе? Если хорошо за ними ухаживать, то очень хорошо размножаются. Вот у нас средняя продуктивность сейчас 10 крысят. Мы подсчитали, соколы съедают 150 тысяч цыплят в месяц, несколько тысяч крыс. Чтобы содержать хищных птиц, нужна настоящая фабрика корма. Даже ячмей здесь выращивают в собственном подсобном хозяйстве. Для чего? Чтобы кормить крыс. А крысами уже кормят. Соколов-балубанов. Вот такая пищевая цыплочка. Нужен тщательный уход за хищной птицей, чтобы она размножалась в неволе. По словам Галины Осиповой, в этом деле важно все. Вовремя почистить вольер, обеззаразить его, не беспокоить птицу в период размножения. И потом, значит, птицы такуют, как вы знаете, находят себе пару. Мы немножко вмешиваемся в этот процесс, потому что мы хотим, чтобы светлая птица спаривалась еще с более светлой птицей. А черная птица, черный сокол или самка, должны спариваться, по нашему мнению, с более черной. То есть мы селекцией занимаемся 30 лет. Сотрудники питомника гордятся. Таких необычных, красивых птиц нет в природе. Селекция дала прекрасные результаты. Коллекция казахстанских чистопородных соколов-балубанов уникальная. А питомник Сункар признан специалистами Международной конвенции СИТЭС одним из лучших в мире. Сколько яиц носит самка? Мы забираем эти 5 яиц и переносим в инкубатор. И дальше эти яйца инкубируются в инкубаторе. В природе такой закон, что через 10-14 дней самка может снести еще 5 яиц. Вот на этих яйцах она будет сидеть. Ее яйца переносим в инкубатор. И получается, самка воспитывает 10 птенцов потом? Нет, но у нас еще есть мама-кормилица. Самки-кормилицы. В природе она может выкормить 5 яиц. А самки-кормилицы могут вырастить сразу 12. Соколы-балубаны, самки хорошие мамы? Очень хорошие. Раз она не 5, а 12 может кормить. Потому что мы ее балуем. Мы побывали в самом сердце соколиного питомника, инкубаторе. Здесь находятся компьютеры, которые меняют влажность воздуха, следят за состоянием яиц. Почему это важно? В природе самка поворачивает яйцо вокруг своей оси каждые 2 часа, чтобы эмбрион не прилип к стенке скорлупы. Она это делает интуитивно. Так заложено природой. Люди создали такой умный инкубатор, который поворачивает яйца вокруг своей оси путем передвижения этой маленькой каретки. Каждое движение поворотится. Мы видим вращение. Вращение вот этих вот дощечек. На них яйца. Вращаются дощечки и, естественно, вращается яйцо. А температура какая? А температура максимальная должна быть, это нормальная температура 37,3 градуса. При повышении температуры яйца могут пожариться, а при охлаждении они могут замерзнуть. И поэтому эмбрион погибнет, поэтому компьютер строго следит за этим. Таким образом вы корректируете природу. Если в природе часть птенцов неизбежно погибает, то здесь могут выжить практически все. Нет, 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 нет. Вылупленные выживут, а те, которые, эмбрион слабый, нет, всякие отсев тоже есть. Сейчас в инкубаторе пусто, потому что не сезон. Птенчики уже вылупились. И вот эти сокровища пустуют, законсервированы. А уже 1 марта здесь появятся новые яйца соколополопанов. Соколята быстро растут. Уже к концу лета они становятся сильными, мощными. Теперь их надо готовить к выпуску в природу. Нужно научить их охотиться и защищаться от врагов. У нас есть специальная вольера, в которую мы высаживаем этих маленьких птенчиков и используем принцип природы. Мы знаем, что птенчики, находясь в гнезде, они запоминают территорию вокруг своего гнезда. И ровно 30 дней они покидают территорию своего гнезда. Используя этот принцип природы, мы высадили птенчиков в гнездо и в одно и то же время два раза в день кормим. Они сидят, кушают и смотрят вокруг того, где они находятся. И эту территорию запоминают как свое гнездо. Но когда наступит момент, мы чувствуем, что птенчики могут готовы вылить в природу, мы вольеру открываем и все эти птицы улетают. Соколята летят на скалу напротив гнезда. Здесь их не достанут опасные хищники, а их в природе немало. И филин, и ворона могут съесть соколенка. Поэтому сотрудники питомника постоянно наблюдают за птенцами. Напротив скалы есть специальная вышка. А мне любопытно взглянуть на вольер, где содержат других хищных птиц. Крайне необычное строение. Достаточно высокое, я бы сказал, двухэтажное, с огромными дверями. Это вольера. Здесь птицы адаптируются к жизни в природе. Птенцы до 30 дней. Именно отсюда они вылетают, залетают на нашу замечательную скалу, облетают горы вокруг, охотятся и возвращаются практически ночевать. Сейчас здесь филины – ночные хищники с огромными глазищами. Но весной сюда заселят других постояльцев – большеньких птенцов-баломана. Я покидаю вольер, чтобы не беспокоить птиц. И продолжаю разговор с Галиной Афанасьевной о соколах. А улетят ли ваши питомцы потом в жаркие страны, так, как делают их собратья в природе? Мы этого не можем сказать, потому что мы не можем за ним пронаблюдать. Но смысла им улетать далеко нету, потому что кормовая база у нас в Казахстане, и у нас не так холодно в Казахстане, и кормовая база у нас достаточно хорошая. Мы же 30% выращенных в питомнике птиц, 30% переводим в маточное поголовье, 30% мы выпускаем в природу и 30% имеем право продать. И тех птиц, которые мы выпускаем, мы сами не выпускаем. Мы передаем их институту зоологии. Институты зоологии выпускают в местах их раннего обитания. Один из выпусков молодых соколов в природу питомник осуществил в 2007 году совместно с Институтом зоологии и Комитетом лесного хозяйства. Нам повезло увидеть, как готовилось это событие. Было отобрано 60 молодых птиц. К каждой особи надели несъемное кольцо, на котором были указаны данные о ее происхождении и личный номер. Это своеобразный паспорт. Предварительно каждому птенцу вживили микрочип. Теперь при помощи сканера несложно прочесть его номер, отследить судьбу птицы, где бы она ни находилась, например, при пересечении границы. Почти месяц молодые соколы были в специальных вольерах, сооруженных в предгоре Зайлийского латау. Это место выбрано не случайно. Здесь сохранились старые места гнездования сокола и много колоний песчанки. Это основной корм сокола. Поэтому молодым птицам легко адаптироваться в таких природных условиях. Самых маленьких птенцов орнитологи посадили в гнезда конюков, расположенные в труднодоступных горных расщелинах. Первое время подрастающих птенцов подкармливали, следили за их поведением и охраняли от естественных врагов в природе. Например, филина. По данным зоологов, большая часть того выпуска прижилась на новом месте и дала потомство. Всего за 30 лет существования питомника сунгкар было выпущено в природу 875 соколов-балобанов, а также несколько десятков беркутов и других хищных птиц. В вашей коллекции ведь не только соколы, но даже бородачи. Чем интересна эта птица? Ну, во-первых, эта птица уникальная по своему и виду, и окрасу, и вообще. Эта птица становится половозрелой в 10 лет. Живет 70 лет, половозрелая становится в 10. Самое интересное в этом, что она в детском оперении совершенно не похожа на птицу в взрослом оперении. Он некрасивый, такой черный, весь с размазанными перышками, а когда он становится в 10 лет половозрелым, у него появляется белая грудка, белые штанишки, на белой грудке черное ожерелье, красные глазки у него и такая борода. Бородача иногда называют ягнятником. В природе эта птица из семейства истребинных кормится падалью, в том числе и останками, и костями домашних животных. В неволе птицы практически не размножаются. Но три года назад в казахстанском питомнике случилась сенсация. Одна из самок-бородача снесла яйцо. Этот случай привлек внимание орнитологов со всего мира. В этом птичьем питомнике содержат и дров красоток. Чрезвычайно редкий, исчезающий вид, но ведут себя точно как куры. Единственное отличие – чрезвычайно пугливые птицы. Мы стараемся тоже их не беспокоить, не шуметь и сейчас покинем эти вольеры. Соколиный питомник содержится на собственные средства. Это целый комплекс, который оказывает различные виды услуг. Здесь есть и пешие прогулки, и бесплатная школа соколинной охоты Казбеги, построенные объекты для отдыха и развлечений. На вырученные средства кормят птиц. Нам было интересно посмотреть шоу хищных птиц, которое проводит для гостей города ведущий сокольник питомника Павел Фандер. Что вы хотите показать вот этим своим представлениям людям? Я сравниваю еще так. Мы вам открываем штору, за которой находится мир хищных птиц. То есть вы сидите, вы сейчас сколько птиц видите, посмотрите на небо. Да, вон там коршун летит, но он летит на таком расстоянии, что вы видите только точку. Поэтому наша задача сокольничества, то есть соколинная охота, она позволяет нам птицу принести настолько близко к человеку, что она будет не сидеть скучная в зоопарке, полумертвая, там, умирая в этой клетке, год за годом сидеть. Она будет летать, она будет активная, она будет это делать вот на таком расстоянии, рядом с вами. И при этом она летает на свободе. То есть мы сделали сочетание, то есть зоопарк, грубо говоря, зоопарк и соколинная охота. Мы из нее сделали комбинацию и мы сделали представление. Шоу хищных птиц уникальное. Автор и режиссер представления Павел Фандер продумал все с глубоким знанием дела. Издревле сокол-балобан считался одной из лучших ловчих птиц. Это сильная, быстрая птица. Скорость полета, особенно на пикировании, достигает 300 км в час. Степники с древних пор использовали охотничьи инстинкты хищных птиц, чтобы добыть волка или корсака. Сейчас соколиная охота – почти забытое наследие предков казахов. Одна из задач представления – возродить старинные традиции охоты с ловчими птицами. И при этом не забыть, что это все-таки шоу. Оно должно быть необычным, ярким, незабываемым, насыщенным зрелищем. У нас несколько линий, по которым развивается наше представление. Первое. Оно развивается от простого к сложному. То есть мы выходим свитчиком, который ничего не умеет делать. И я людям говорю, что у нас разные этапы подготовки ловчих птиц, и мы вам хотим их показать. То есть вот сидит птица, которой мы только-только научились сидеть на руке. Это тоже непросто. То есть птица уже не боится, она сидит, смотрит на нас. Даже в присутствии нас может там скушать кусочек мяса. И все. Вот это все. Следующая птица может больше. Она уже, я называю, ходит в детский сад. Она уже прилетает на перчатку. Третья птица ходит в спортивный колледж. Она летает, как пуля, это сокол по небу. И, наконец, показываемый беркута, у которого законченное высшее образование. Он перед зрителями вот оттуда с горы летит, я скачу на лошади, он хватает шкуру волка. Вот по такому развиваются, и человек тогда это видит. Та легкость и слаженность, с которыми сокольник работает с птицами, это результат многолетнего неустанного труда. Хищную птицу невозможно дрессировать. Она не понимает наказания, как, например, любое социальное животное, включая человека. У птиц же нет иерархии подчинения. Они не социальные существа. Пернатые живут либо парами, если влюбляются, либо поодиночке. Хищные птицы, у них есть своя задача. Им нужно что-то поймать. И под эту задачу сделана у них голова. У них есть феноменальная память, особенно зрительная. Я должен создать ситуацию, в которой птица сделает то, что мне нужно, и потом ее похвалить. Вот это делает тренировку птиц практически невозможной, но мы это делаем. Удивительно. Перед глазами зрителей происходит обучение хищных птиц охоте на мелкую дичь. А главное, сокольник показывает различные способы охоты с ловчими птицами, которые бытовали у разных народов мира. Вторая часть нашего представления – показать вообще хищных птиц. У нас в Казахстане около 40 видов. То есть мы всех показать не можем, и это не нужно, это будет скучно. Мы работаем на контрастах. Первую птицу вынял – это была сова вот такой величины. Вторая птица – тоже сова. Это, получается, связь со второй птицей. Но это филин, он весит 2,5-3 килограмма. И потом у нас есть другие птицы. И вторая часть шоу, вторая половина, заключается в том, что мы просто показываем несколько интересных хищных птиц. Одна из них – орлан. Вы сейчас только видели, видите, два огромных озера. Вот с этих озер орлан, пролетая, выхватывает рыбу. Следующие у нас – падальщики. Птицы давно стали для человека не просто соседями по планете. Жизнь пернатых неразрывно связана с нашей человеческой. В мире птиц мы находим и добрые знаки, и символы, и примеры для подражания. Много неизведанного и полезного. Мы еще не раз вернемся к тайнам пернатых обитателей лесов, степей и гор. Так что пора в следующее путешествие в мир казахстанской природы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова